всем привет мы приехали мика я и дема мы приехали на предпоказ фильма как называется не тет паттингтон паттингтон приключения паттингтона 22 да он будет 18 января на театрах мы сейчас его посмотрим и расскажем вам стоит на него идти или нет приехали чуть раньше поэтому дема тут ночь решила что пара снимать его не поиграла ника не поиграла с тобой она у нас взрослая делала колбаса но они не они бегали только что быстро-быстро еще книги ко мне подошла девочка и говорит подходит к а можно с вами сфотографируюсь я аж растерялась и ника растерялась она сфоткала сникой со мной где первый раз вижу в живые вживую блогера так приятно стало тебя снять снимаю выбор жуля наконец-то у него свитер уже то есть он подрос и свитер на него как раз я в инстаграм когда-то выкладывал еще давно по моему даже будет назад это ральф лоран иди сюда и он такой прикольный прикольный такой тепленький тепленький сейчас как раз на него самый раз мы после сеанса зашли в нуду дуду и я как горя мать кормлю ребенка яйцом курицей и лапшой ладно шучу ничего в этом такого нету потому что сейчас девять вечера пока мы приедем домой скорее что ждем о машине уснет а поужинать надо также сейчас накормлю его супа и не к лапшу тоже здесь мы встретили несколько своих подписчиц которые к нам подходили фотографировались это очень приятно по поводу фильма я советую пойти посмотреть он очень добрый да я понравился это фильм это не мультик но дема сидел лезет лезет ко мне в тарелку по поводу фильма я советую вам пойти посмотреть его потому что он очень добрый очень классный наконец на тарелочек на удивление демид высадил весь фильм ему так понравилось он мультики не всегда досижен как мы досиживаем но он обычно ну мало ну пойдем уже типа погуляем а тут весь фильм полностью он досидел ну я прям удивлена так что мы теперь будем практиковать и не только мультики с демкой но и фильмы добрые хорошие так что обязательно пойдите на патингтон а пока пока говорит и нажимаете говорит на на пальчик вверх да скажи лайк 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 да все я сейчас тоже буду кушать и буду закругляться оставайтесь на продолжая свой влог и мы сейчас подъехали на миропольскую 1 до театру ля лег демку привезла на спектакль про волка и лису да демушка дело вот интересно потому что мы здесь первый раз это на левом берегу недалеко от метро черниговская обычно мы ходили в центр а тут я случайно нашла и думаю надо проверить чем ходим мы с демой по театрам кинотеатры мы развлекаемся как можем следующая наша остановка на днях я думаю даже на выходных мы сходим в планетарий там каждый раз разные представления я давно не было в планетарии когда-то может быть ну прям много-много лет назад ника была часто а демка ни разу поэтому я думаю что надо ребенка сводить напишите мне в комментариях как развлекаете детей вы куда ходите чем занимаетесь ну я хорошо мой хороший есть еще разные развлекаловки вот я знаю что я уже во влогах показывала есть такой фитнес-клуб для детей очень прикольно и я хочу тоже туда демку отвезти и вам показать что и как и посмотреть как демка будет вывести первое занятие но бесплатно такое пробное да да я билет распечатала там обязательно надо чтобы были распечатанные билеты хотя удобнее показать просто с телефона заказываю обычно через интернет все я может быть там включусь но я знаю что не разрешают поэтому потом мы расскажем с демкой свои впечатления мы на месте будем знать и будем приходить да демка где он включили кондиционеры вышли мы после спектакля детям раздавали такие подарки и пряники подарок демка не трогать мне руки трясутся замерзла его это пряники и модела сам спектакль идемки мне понравился единственный минус который наверное все испортил на дороге руки трясутся не могу держать который все испортил это то что запускали людей после того как уже начался спектакль это очень-очень отвлекало мешало вот так же что тоже очень не понравилось это людей пускали без билетов то есть сажали на стульчики тот кто опаздывал говорил о том что пропустите ну это было на рядах впереди нас люди ругались родители между собой на все это смотришь и думаешь боже ну не знаю на грушевского например там если ты опоздал то ты уже не попадаешь это правильно вот так же как и спектакли когда взрослые только на антракте например у детей антрактов нету поэтому не успели все пролетаете ну это правда правильно потому что очень отвлекало и как бы из этого не знаю детям там наверно все равно но взрослые между собой ругают на это все смотришь и думаешь боже ну не знаю как то мне это очень очень не понравился спектакль понравился актеры хорошо сыграли вот поэтому если будете выбирать между миропольской кукольным театром и грушевского то советую конечно грушевского сейчас демку положила спать оставила с мамой они все спят ника в школе я щас еду к девочке вы ее могли видеть во влогах я вам ее показывала в буковеле мы были вместе вот и после я подъеду к торговому центру наверное проспект скорее всего там мой бывший муж будет с детьми за пятникой школы и из дома заберет демку мама его оденет чтобы купить малому штаны вот ну потому что как я понимаю без мамы не справляются но это даже хорошо потому что у папы свой у пап обычно свой вкус у мамы свой вот а что хотела сказать добавить к театру если вы из киева и будете идти в этот театр то обязательно берите места в первом ряду сцена очень низко и очень удобно первые ряда у меня какой то сегодня не знаю с утра вот этот вот спектакль он на меня повлиял то есть сам спектакль отличная игра актеров замечательная но как вели себя родители по-хамски нагло боже мне мне это очень не понравилось и прям на целый день испортила настроение но я стараюсь не обращать внимание все ладно закрыли эту тему сейчас еще кстати заеду на новую почту и заберу часть посылки то есть это алиэкспресс я заказала меня себе месяц назад такой как маленький штативчик для мобильного телефона вот он вообще там недорого стоил он мне прям не горел поэтому я спокойно ждала его месяц и сейчас я хотела до нового года успеть но вот только только пришло на новую почту кстати быстрее приходит если заказывать и она приходит укрпочта чем новая почта хотя раз на раз не приходит но вот эта посылка шла ко мне аж полтора месяца если не два заказала еще в конце ноября это такая как огоньки я хотела на стену если у меня получится тоже я хочу несколько лет на стене сделать знаете такие маленькие фотографии прикольные там детей себя мамы ну то есть и их развесить и среди них чтобы было были эти фонарики сейчас посмотрю там я помню заказала пять метров глянем как она придет в каком виде потому что мы знаем да алиэкспресс это то лотерея извините что так долго болтаю это наверное кто не любит такую болтовню то сразу перематываете это наверное для тех кто как раз любит такие болталки в автомобиле и кстати еще хотела сказать о том что я когда вчера была в кинотеатре я встретила знакомую девочку она блогер ну сейчас уже наверное нет потому что она перестала этим заниматься ну когда-то была ими я думаю что еще будет просто у нее сейчас такой период но это не важно я ее встретила и как я понимаю да не случайно то есть встретились мы случайно но вселенная нам всегда что-то посылает не случайно и вот она мне встретилась она тоже в разводе то есть у нее только брак и разводный процесс хотя у нее уже есть можно сказать новый муж они вместе живут у нее есть ребенок и вот а у меня знаете как то есть у нас похожие ситуации только единственное что у нее уже может сказать вторая семья у меня такого нету но если она у меня встретилась то я задумалась о том что меня-то когда-то наверное тоже такое ожидает они начали мне рассказывать вот как они общались то есть она общается с бывшим мужем какие возникают трения появился новый папа и как бы воспитательный процесс у всех разный начинаются вот эти вот знаете как качели как я это называю я никогда об этом не думала я никогда не думала о том что что у меня такое будет возможно как-то я всегда хотела чтобы у меня не было там миллион браков и что у меня будет одна крепкая семья но так произошло в моей жизни что вот да я развелась уже второй раз кто не знает за одним и тем же была замужем два раза но как говорят в одну и ту же реку дважды не вступают кто-то вступает и это удачно но у меня получилось неудачно я попробовала думала что все получится нет не вышло не получилось вот но я попробовала поэтому как бы корить себя например и знаете там жалеть вот зачем я опять как бы вступила в эту же реку я не буду все что не делается как говорится все к лучшему но я сейчас не к этому веду вы мне говорили чтоб я понимала вопрос брака как жить после брака ну и так далее и я так задумалась то что наверное по чуть-чуть я готова поднимать эти темы раскрывать вам какие-то карты и рассказывать о своих ощущениях моментах переживаниях может быть каких-то ситуаций меня смотрят друзья мужа родственники мужа бывшего и даже сам он иногда поэтому знаете как не все мне хочется говорить потому что его это может обидеть хотя я не собираюсь никого обижать то есть мне хочется сказать правду но я понимаю что это правда может ранить и его например да то есть это не совсем справедливо и может быть даже как-то это слишком лично но я буду может быть поднимать какие-то темы но общие со своего опыта где-то с чужого опыта вот например как вчера мы посидели пообщались и вот именно сам этот может сказать новый муж этой девочки не буду называть кто это в целях ну зачем да оставим ее инкогнито он рассказал со своей стороны потому что это все таки ребенок вот он любит эту женщину девушку ну эту девочку блогера да который я говорю соответственно любит ее ребенка как у них все это происходит вот этого трения то есть как ребенок привыкает к новой семье к новому папе к новой школе там ну и так далее да я не я никогда об этом не думала а потом только думаю стоп наверное в моей жизни когда-то тоже такое будет наверное в моей жизни тоже кто-то появится и ну примет моих детей например там дети примут нового человека я конечно об этом не думала и вот вчера когда они со мной общались я такая задумалась думаю опа а как это будет у меня напишите в комментариях те кто с этим уже столкнулся как это у вас потому что я знаю среди вас есть разведенные заново вышедшие замуж я замуж скажу честно не спешу вообще потому что ну знаете как наелась мне очень комфортно сейчас в том положении в котором я нахожусь я привыкла знаете как быть одна что ли то есть мне комфортно в любом случае это такая интересная тема для многих интересная потому что меня смотрят как мамы ну замужние так и незамужние так разведенные есть вдовы то есть мне многие пишут поэтому я потихонечку стараюсь поднимать эти темы поэтому вы уж меня извините за болтологию те кому это не интересно и все таки стараюсь для тех кому это интересно то есть стараюсь уготить где дема как вы думаете деми а он среди ног в витрине прячется дема ты моделька дем да все выходи оттуда выходи вон я папа нашел на тебя папа любит на меня мы приехали демке штаны купить купили штаны обувь и ники надо джинсы потому что Ника со своих выросла а в моих они ей большие поэтому мы сейчас ходим по магазинам зашли в Вайкики а тут комплекты есть которые можно покупать отдельно и можно вместе ника смотри тебе джинсы давай только без дырок пожалуй а они что-то не 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 в этом дело вообще даже с эффектом дырок не надо а демке вот вот этот костюм мне понравился он как можно купить как отдельно так и вместе там глазки как он говорит это привидение да и штаны тоже с привидениями так прикольно иди сюда да иди к маме маму засними тебя вот такой вот такой колесик цена вот этой вот кофточки 260 270 гривен и штаны 300 гривен вот также я хочу сейчас на него померить вот эти вот штаны то есть джинсы они идут со скидкой 230 гривен они узкие вот и вот это высокая талия да вот и еще одни они стоят вот тут конечно получше косон мне больше нравится и мне нравятся джинсы такие стильненькие 453 9 460 гривен они тоже узкие вот эти мне больше нравится сейчас очень редко я ему даю пиццу но здесь она реально прикольная поэтому за то что он мужественно примерял разную одежду вот он получает и одежду и пиццу зайдем вот сейчас быстренько перекусим поедем домой потому что уже поздно у нас какие-то дни последние два дня у нас очень активные да и подарок получишь вот любитель подарков вот оставайтесь с нами ну что я уже дома сейчас хочу вам показать что мы деме купили кое-что я вам уже показывала и кое-что нет поэтому покажу все и может быть отдельно сниму какое-то видео вообще его гардероба если вам конечно интересно поэтому пишите в комментариях это я вам уже показывала надемки штанишки очень такие прикольные они такие тепленькие то есть их сейчас можно надевать вайкики 3-4 года 98 104 сантиметра цена им 300 гривен покажи что там у тебя это ух ты сколько всего переверни это трек вот так вот да вот так переверни смотри да вот так это машины разные да тут есть ой я думала гоночные а это разные строительные машины слушай это классно надемки показывала вам цены тоже показывала вот вот и двое джинс купили одни черные они не черные темно-синие вот они вообще со скидкой очень приятно была цена поэтому взяли 230 гривен вот и вторые они мне очень понравились они стоят 459 460 вот они узенькие так хорошо на нем сидят все размеры я уже по моему говорила что демка сейчас носит 98104 но в каждом вот 3-4 года но в каждой у каждого бренда все равно какая-то размерная сетка она чуть-чуть играет роль где-то меньше где-то больше это все в вайкике сейчас я вам покажу что мы купили в резерве и резерв ты чек вайкики 1200 гривен ну я считаю за 1200 все эти вещи это очень хорошая цена сейчас а ты наоборот снимай мы сейчас уже будем переодеваться купаться и спать носочки 3 3 пары 69 гривен 100 или 99 а до этого еще 119 вот вот такие вот прикольные и штаны спортивные купила у нас все я поднимался молодец какой это я все очень и вот такие вот 92 тут написано 170 см не знаю но тут 104 34 года ну то есть в основном берут 34 года стоили не 400 гривен мы купили за 250 вот ну такие неплохие все они ну не сильно теплые они для весны и сейчас может быть куда-то бегать ходить ну то есть такие повседневные вот но мне не понравились серенькие и купили ему кроссовки такие кроссовки боти мне не понравились потому что их можно и под джинсы и под спортивную обувь и они реально на ножки очень хорошо и стильно смотрятся он сбивает носки поэтому вот такая вот защита нам в помощь у него подъем обувь подобрать очень тяжело поэтому всегда смотрим чтобы вот здесь вот по бокам была змейка потому что если нет змейки только шнуровка и например какие-то девушка ты сюда ко мне да вот или липучки то этого недостаточно обязательно должна быть змейка купили на сейчас потому что предыдущая обувь его он уже носки сбил и ну смотрите некрасивые я так не люблю они теплые ну я думаю что на март еще начало апреля зависит от покоя так мы поносим я думаю что по размеру еще даже подойдет зависит от того как он будет подрастать еще и на осень потому что мы взяли на размер больше как раз из-за подъема здесь ему так ну хорошо то есть не упирается вот цена их забыла сказать сейчас скажу они стоили 800 гривен мы купили их за 400 девочки я считаю что очень хороший за такие деньги я надеюсь что вам этот обзорчик такой небольшой понравился вот малыш я не знаю будет продолжать или нет мне кажется он слишком затянут поэтому я с вами попрощаюсь но завтра или послезавтра начну снимать новый то есть на моих на моем канале будет побольше влогов ну и также сейчас буду монтировать видео на канал жизнь мама которая девушка там будет про одежду так что переходите если внизу не можете найти хотя там внизу под вот она я внизу под видео есть ссылочка на мой второй канал но можете вбить в ютубе или даже в гугле просто жизнь мама которая девушка или выбьет мой канал сможете найти все всех люблю целую и до новых видео не забывайте ставить пальчики вверх и подписывайтесь и пальчики вверх нет вот так вниз не надо нет вот так и пальчики вверх да все пока пока подписывайтесь на мой канал конечно же нет это мой канал пока пока